Всем привет! С вами Ольга Сергеева, вы на моем канале Кинотрафик. Сегодня я расскажу вам о хорошем кино. Что греха таить, зрители знают имена лишь актеров, которые часто появляются на экране. Их узнают в лицо. С режиссерами уже посложнее. А вот что с остальными кинематографистами, которые всегда по ту сторону экрана? Много ли вы знаете сценаристов, операторов, монтажеров, художников-постановщиков, редакторов звука, авторов компьютерной графики и музыки? А ведь это и есть команда, без которой кино не получилось бы. Самые длинные титры с участниками съемок были в фильме Клерки 2 2006 года, которые содержали 163 070 фамилий. А продолжительность финальных титров «Властелина колец. Братство кольца» достигает 27 минут. Думаю, что этот рекорд уже побит. Премия «Оскар» позволяет нам каждый год увидеть этих скромных интровертов, которые пламенно преданы своему делу. Сегодня речь пойдет о победителях в технических номинациях. Итак, поехали! В номинацию «Лучшая операторская работа» вошли. Оператор фильма «Тар» Флориан Хофмайстер известен по сериалам «Настоящий детектив», «Большие надежды», «Террор». Оператор фильма «Элвис» Мэнди Окер работала с режиссером на проекте «Австралия». Снимала знаменитую рекламу «Шаннели номер 5» с Николь Кидман и работала над новым диснеевским «Муланом». Оператор «Империи света» Роджер Диккенс уже дважды получал «Оскар» за фильмы «Бегущий по лезвию 2049» и «1917». Иранский оператор Дариус Хонджи нового фильма «Алехандро Гонсалеса» и «Ньяриту Бардо» уже номинировался на «Эвиту», а также стоял за камерой в культовом «Финчеровском 7» и «Полночь в Париже» Вуди Аллена. И «Оскар» был присужден оператору Джеймсу Френду, известному по сериалам «Виктория», «Патрик Мелроуз» и «Ваша честь» за фильм «На западном фронте без перемен». В номинации «Лучший грим» были названы работы «На западном фронте без перемен», «Элвис», «Черная пантера Ваканда навеки», «Бэтмен» и «Оскар» получает Эдриан Морад вместе со своими напарницами Джуди Чин и Энн Мари Брэдли, превратившие актера Брэндона Фрейзера в 272-килограммового мужчину в фильме Даррена Ароновски «Кит». Ломинанты в разделе «Лучший дизайн костюмов». Фильм «Вавилон», картина «Элвис», «Все везде и сразу», «Миссис Харрис» едет в Париж, а «Оскар» получает Руф Картер за свою работу в фильме «Черная пантера Ваканда навеки». Она также работала и над первой «Черной пантерой» и обратилась к живописным афрофутуристическим мотивам уже не в первый раз. Что касается лучших фильмов на иностранном языке, то почти обо всех я рассказывала в предыдущих выпусках, так как все они побывали на многих европейских кинофестивалях и были отмечены там призами. Не забудьте подписаться на мой канал «Кинотрафик», чтобы посмотреть все эти обзоры и анализ фильмов. Итак, номинанты на лучший иностранный фильм. Аргентина 1985. История о сложном судебном процессе над диктатором и его соучастниках после падения преступного режима. Близко. Тонкий и визуально совершенный фильм из Бельгии о потере, переживании и взрослении. Иа. Трогательная история из Польши. О нелегком путешествии ослика в мире людей. Тихоня. Ирландский фильм о тайных взрослых и хрупком мире подростка. И Оскар получает фильм «На западном фронте без перемен». Первая экранизация бессмертного антивоенного романа, снятая в Германии. На родине его автора Эриха Мария Ремарко. Лучший короткометражный документальный фильм. Британская картина «Выход». Это история о том, как на отдаленном побережье российской Арктики один человек ожидает встречи с древними существами. Как ты оцениваешь год? Режиссер Джей Розенблат представил историю о взрослении дочки. Эффект Марты Митчелл. Рассказывает о жене госслужащего, которая решилась высказать правду во время отергейтского скандала. Документальный фильм «Незнакомец у ворот» режиссера Джошуа Сефтола. Об афганской беженке по имени Биби, которые встречаются лицом к лицу со смертельной угрозой в лице бывшего морского пехотинца с посттравматическим синдромом. И Оскар получает фильм «Заклинатели слонов» об уникальной семье, которые создали Боман и Белли, супружеская пара из Южной Индии, посвятившие всю свою жизнь уходу за осиротевшим слоненком по имени Ракхуэ. В разделе «Лучший короткометражный анимационный фильм» были представлены работы. Летающий моряк. При взрыве на корабле в Галифаксе в 1917 году одного моряка очень далеко забрасывает взрывной волной. Продавцы льда. В графическом стиле рассказывают о тайне отца и сына, которые ежедневно спускаются на парашюте вниз с горы, на которой стоит их домик, чтобы продавать лед. Остроумный анимационный фильм «Мой город членов» о взрослении по ироничным мемуарам Памелы Риббон. Статус сказал мне, что мир фальшив, и я думаю, что верю в это. Он с изрядным юмором рассказывает о ненастоящем мире, в котором живет и действует его главный герой – офисный клерк. И Оскар получает британский телевизионный рождественский проект «Мальчик, крот, лис и конь». Он был снят по известной рисованной книге Чарли МакКизи и повествует о заблудившемся в снежном лесу мальчике, который обрел друзей и новый дом. В номинации «Лучшая работа художника-постановщика» были представлены зрелищные фильмы. «Вавилон», «Аватар. Путь воды», «Фабельманы», «Элвис», и «Оскар» получает Кристиан М. Голдбек над фильмом «На западном фронте без перемен». За лучший оригинальный саундтрек боролись ленты «Вавилон», «Всё везде и сразу», «Банши и Нишерина», «Фабельманы». И «Оскар» получает «Фолькер Бертельман» за работу над фильмом «На западном фронте без перемен». Лучшие визуальные эффекты были отмечены в фильмах. «Черная пантера», «Ваканда навеки». «Бэтмен». «На западном фронте без перемен». «Топган Маверик». «Оскар» получает «Аватар. Путь воды». «И его создатели». На лучший оригинальный сценарий претендовали фильмы «Банши и Нишерина» по сценарию Мартина Макдоны. «Фабельманы» по сценарию Стивена Спилберга и Тони Кушнера. «Тар» по сценарию Тодда Филда. «Треугольник печали» по сценарию Рубина Эстлунда. «Оскар» присуждается фильму «Все везде и сразу» по сценарию Дэниела Квана и Дэниела Шейнерта. В номинации лучший адаптированный сценарий были фильмы «Стеклянная луковица», «Топган Маверик», «Жить» «На Западном фронте без перемен» И «Оскар» присуждается Саре Полли за сценарий фильма «Говорят женщины». Это картина о нелегком решении женщин в общине менонитов, которые подвергаются систематическому насилию. Во время отсутствия мужчин они решают собраться, чтобы действовать. В номинации лучший звук участвовали фильм «На Западном фронте без перемен», «Аватар путь воды», «Бэтмен», «Элвис» И победителем в этой категории становится «Топган Маверик». Лучшая песня выбиралась из следующих претендентов. Фильм теперь вместе. «Топган Маверик», «Черная пантера Ваканда навеки». Все везде и сразу. И «Оскар» получает зажигательная песня «Нату-нату» из индийского фильма «РРР» «Рядом ревет революция». А теперь о важнейшей технической номинации «Лучший монтаж». Здесь выбор нужно было сделать между Банши и Нишерина. Тар. Элвис. Топган Маверик. И победителем становится Пол Роджерс. За свою работу в фильме «Все везде и сразу». А на этом у меня все. Смотрите хорошее кино и становитесь лучше. С вами была Ольга Сергеева и вы были на моем канале «Кинотрафик». Подписывайтесь, пишите комментарии и ставьте лайки. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok